Труд – короткое слово. А сколько значит для человека? О нём складывают стихи и песни, пишут книги. Но главное – те, о ком все эти книги, стихи и песни живут рядом с нами. Галина Арчакова более 20 лет работает в компании «Белла Восток». «Работа – это моя жизнь», признаётся Галина Юрьевна и добавляет. Чтобы приходить на работу, получать удовольствие, вкладывать свои возможности, свой труд. Ну и чтобы на следующий день опять приходить с большим желанием на работу. Работой живёт и Анна Гурина, заведующая магазином номер 9 Видновского городского потребительского общества. Хотя и считает работу продавца в наше время непрестижной. Но магазин на Петровском проезде для жителей микрорайона стал местом дружеского общения. Много общаемся с нашими покупателями, заботимся о них. Ну, мы что друг о друге знаем, мы с ними дружим. Глава района Олег Хромов отметил рабочего как основу трудового поля. Построить никакое экономическое чудо без именно профессии рабочего невозможно. И мы сейчас каждым годом, всё больше и больше, выпуская бухгалтеров, экономистов, юристов из различных учебных заведений, понимаем о том, что без столера и плотника, без механика и простого дорожника мы ничего сделать не можем. Один из представителей рабочей профессии Андрей Хохлов на московском газоперерабатывающем заводе трудится с 16 лет. Как в советском фильме. Прошёл путь от токаря до главного механика. Андрея Викторовича наградили почётным знаком Московской областной думы за трудовую доблесть. Такие сотрудники, по словам генерального директора предприятия Геннадия Челубушникова, опора завода, руководить которым непросто. Зарплату вовремя надо заплатить. Ты отвечаешь перед акционером, ты отвечаешь перед трудовым коллективом, ты отвечаешь перед государственными всякими органами. За успехи в работе Геннадий Челубушников был награждён благодарностью губернатора Московской области. На празднике труда присутствовали почётные гости. Начальник главного управления дорожного хозяйства Московской области Константин Лешкевич, а также помощник председателя Союза Московского областного объединения организации профсоюзов Татьяна Сухорукова, из рук которой принял награду «Знак за содружество» председатель Совета депутатов Ленинского района Валерий Венцель. Праздник получился светлым и радостным ещё и благодаря выступлениям детских коллективов района. Татьяна Брылова и Адамия Анастасия Нурхонова, Видное ТВ